МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Абаза ТВ. С вами Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Свет картин минувших лет. 10 декабря состоится открытие выставки, посвященной 80-летию Союза художников Абхазии. Пять лет на орбите. Агентство «Спутник» Абхазия отмечает свой первый юбилей. Охота обернулась находкой. Историк-любитель Астамур Айба нашел в окрестностях Сухума ценные археологические артефакты. На повестке правительства утверждение ведомственной целевой программы на 2020 год развития и совершенствования организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия, порядок использования средств резервного фонда Кабинета министров, меры по упорядочению нормативного регулирования присоединения к электрическим сетям, а также ряд других постановлений и свыше 10 кадровых вопросов рассмотрят на своем заседании во вторник 10 декабря Члены правительства Республики Абхазия Свет картин минувших лет Открытие выставки, посвященной 80-летию Союза художников Абхазии, состоится 10 декабря Накануне наши корреспонденты побывали в выставочном зале и выяснили особенности вернисажа Как оказалось, большинство картин работы давно ушедших из жизни художников А поэтому большую часть времени пролеживающие на полках хранилища картинной галереи Подробности в репортаже Марианны Котовой 80-летие Союз художников Абхазии отметил еще 5 января Но выставку решили провести в конце года И работы выбрали по большей части не современников, а живописцев, уже давно ушедших из жизни Виталий Дженни поделился историями нескольких авторов, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии Аркания Валера, хотя он был мингрельцем Вот когда война началась, я с ним лицо в лицо в городе встретился И он мне посмотрел в глаза и говорит, мне стыдно смотреть тебе в глаза То, что натворили мои соотечественные, это, говорит, для нас позор Потом, оказывается, его и убили гвардейцы Когда он на них напал, вы что делаете, как вы могли Взяли его, вывезли на берег моря и там его расстреляли По словам Виталия Дженни, Валерия Аркания художник, во многом повлиявший на становление абхазской живописи Как и Заура Ачба, известный далеко за пределами маленькой республики Он также погиб в ходе Отечественной войны народа Абхазии При наступлении на Сухом Товарищи берегли его, как могли, но эту смерть он предрек себе сам Кто-то во сне увидел троих из их отряда, что погибли И так случилось, через несколько дней один погиб, кого он увидел, потом второй, и он остался Потом собрались ребята и сказали, иди, чтобы отправили его домой И как раз в это время Владислав Григорьевич вызвал Там вестовка абхазских художников была в Пицунте до начала войны Он об этом узнал, и он вызвал, сказал, надо эту выставку повезти в Санкт-Петербург И сделал там выставку Конечно, я был очень взволнованный Идет война И сейчас поехать с Вестовкой Тут люди погибают Я как-то ему возразил, и он на меня так накричал Ты ничего не понимаешь, это нам сейчас нужно Обязательно это надо сделать В общем, мы поехали туда Мы его там оставили, приехали, пока там длилось Вестов еще целый месяц Он был в Питере Потом он вернулся перед наступлением на Сухум Взял автомат и пошел И в тот же день он погибает До этого я с ним говорил Я знаю, что если я пойду, погибну Виталий Дженни вспоминает своего коллегу не только как талантливого художника Заура Ачба он называет отзывчивым и очень добрым человеком Вот даже когда мы там открыли выставку С этой выставки его работу там купили И он на все эти деньги, когда мы оттуда уезжали Там и своим родным, и всем какие-то купил подарки Про каждую картину, выставленную здесь и их авторов Виталий Дженни может рассказать множество замечательных фактов Но еще больше историй заключены в хранилище картинной галереи, которой нет Картины галереи называют помещение, расположенное над выставочным залом Где в нескольких комнатах хранят все художественное достояние республики В условиях, совершенно далеких от необходимых для содержания художественных ценностей Во-первых, картины должны быть развешены, а не сложены в повалку А во-вторых, температура воздуха в помещении должна быть 20 градусов Ни выше, ни ниже Холодные колебания, вот это периодические колебания воздуха мешают Потому что холсты при холоде сужаются, а при жаре они расширяются Вот это не должно произойти, потому что потом краски сыпаться будут В комнате с осыпающимся потолком хранятся и самые ценные экземпляры кисти Александра Шарвашидзе Чачба В этот раз выставить его работы Союз художников не решился Не тот статус у мероприятия Чачипами не выставили Александра Потому что тут уже статус совершенно другой Если его выставлять, здесь надо официальную охрану ставить Так галерея тоже не даст Поэтому есть проблемы Всего около 25 полотен Союз художников выбрал для выставки из своих фондов Вывели в свет самые яркие и хорошо оформленные картины, характеризующие все этапы развития живописи в Абхазии Как только выставка завершится, все 25 картин вернутся сюда, в хранилище Абхазской государственной художественной галереи На самом деле это совсем не галерея, а несколько комнат, где пылятся лучшие из работ абхазских художников В Союзе художников надеются, что в 2020 году начнется строительство здания картинной галереи И все эти ярчайшие эпизоды из истории нашей страны будут храниться в достойных условиях А пока задача фондов сохранить хоть что-то к тому моменту, когда в Абхазии наконец появится картинная галерея От злоумышленников ценные полотна оберегает амбарный замок Но оказывается, что самый большой враг абхазского художественного искусства Это плесень, пыль и время Которые уже 40 лет тянут чиновники от культуры Все откладывая и откладывая строительство настоящей картинной галереи Пять лет на орбите информационному агентству «Спутник Абхазия» исполнилось пять лет За это время наши коллеги опубликовали более 55 тысяч статей Записали около 10 тысяч подкастов на радио А их сайт посетило более 12 миллионов человек За пять лет «Спутник» уверенно занял лидирующие позиции среди абхазских СМИ Ежедневно подтверждает этот статус, обеспечивая аудиторию оперативной, качественной и достоверной информацией Чего достиг «Спутник Абхазия» за пять лет и какие планы строит на будущее Расскажет Надежда Боровикова Проморолик к юбилею «Спутник Абхазия» пожалуй наиболее наглядно демонстрирует достижение информагентства за пять лет Цифры и правда впечатляют, но за ними еще более впечатляющий ежедневный труд сплоченной команды журналистов, фотографов, техников, редакторов и продюсеров Всего в команде «Спутника» трудятся 39 человек Первым при входе в информагентство виден кабинет человека, без которого «Спутник Абхазия» мог бы и не состояться Шеф-редактор Дмитрий Нездоровин вместе с супругой Еленой пять лет назад переехали в Абхазию, чтобы запустить здесь «Спутник» За пять лет на орбите Абхазия стала им родной По человеческим меркам, конечно, пять лет – это такой большой срок Но по меркам агентства, конечно, мы в самом начале только находимся Тем более, что на территории Абхазии есть медиа, та же телекомпания государственная, которая уже сколько там, 40 лет существует Поэтому мы совершенно малыши по сравнению с другими Но мы вошли, как мне кажется, достаточно бодро, энергично, может быть, в какой-то мере агрессивно, в хорошем смысле этого слова Команда «Спутник» работает в одном большом светлом общем зале Такой open space дисциплинирует Все заняты работой, никто не шумит, не отвлекается сам и не мешает другим Да и времени на то, чтобы отвлекаться, особо нет В журналистских кругах ходят легенды о трудоспособности корреспондентов «Спутник», которые, будучи на одном событии, пишут текст о другом, параллельно отправляют цитаты и фотографии в редакцию и сразу же после бегут на интервью или выезжают в район На самом деле легенды, они имеют свое основание определенное В день нет такого, что я должна написать пять текстов, и это обязательно У нас есть определенный план, но редко бывает так, что мы ему следуем Не то, что мы не хотим, а то, что получается обычно совсем по-другому Оперативные события, какие-то ниоткуда не возьмись новости появляются И бывает так, что все в поле находятся, там кто-то в районе, кто-то еще где И приходится там одному-двуму отрабатывать, если там кто-то болеет Ну, а что делать, у нас нет выбора И действительно, бывало то, что я приходила домой в 12 лет В начале особенно было тяжело Там были слезы в курилке, были огромные красные тексты Не принятые в тысячный раз заголовки Ну, это жизнь журналиста, все проходит И мы учимся Мне, ну, я благодарна за такой опыт в любом случае Руководитель «Спутник Абхазия» Руслан Бганба показывает новую радиостудию Радио «Спутник Абхазия» запустили два года назад И оно оказалось настолько востребованным, что появилась необходимость в расширении У нас теперь две полноценные студии, абсолютно автономные друг от друга Мы можем параллельно вести работу в каждой из них Одна из них побольше, посовременнее, можно сказать И вот с возможностью прямые видеотрансляции вести Мы будем увеличивать наше вещание Сегодня радио «Спутник» вещает и московский эфир И мы частично перекрываем местный Вот этот местный эфир, он будет существенно увеличиваться То есть мы добавляем как количество эфиров, так и будем выходить теперь больше в прямом эфире Вот, и мы расширяемся как на русском языке, так и на абхазском То есть в этом плане мы, в отличие от сайта, который мало читают на абхазском Что касается радио, здесь мы абсолютно не чувствуем, что абхазское радио меньше слушают или меньше им интересуется Пресс-секретарь и продюсер пресс-центра «Спутник Абхазия» Илона Авилова стала частью команды около года назад До этого она 12 лет училась и работала в Москве в сфере рекламы и организации деловых мероприятий «Спутник Абхазия – это лучший коллектив в моей жизни, а я много где работала, я знаю, о чем говорю», подчеркнула Илона Авилова «Спутник – это одна большая семья и самое большое достоинство, богатство – это люди, которые работают здесь Которые каждый день делают свою работу на пять с плюсом и с душой И сегодня очень сложно влиться в коллектив так, чтобы чувствовать себя как в семье И это самое большое достоинство В ближайшее время завершится ремонт и нового расширенного пресс-центра «Спутник Абхазия» Он сможет вмещать гораздо больше журналистов и гостей Появится возможность проводить масштабные круглые столы и видеомосты с многочисленными коллегами Из дружественных редакций «Спутника», которые работают в более чем 10 странах СНГ и Балтии Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ Союз журналистов Республики Абхазия поздравляет коллектив «Спутник Абхазия» с первым юбилеем с пятилетием В документе за подписью председателя Союза журналистов Руслана Хашик в частности говорится За это время ваш молодой коллектив добился хороших результатов не только в информационном пространстве Абхазии, но и за рубежом Отрадно отметить, что агентство эффективно работает и развивается на двух языках – абхазском и русском Заслуживает уважение, оперативность и широкий спектр новостей агентства Как общественно-политической тематики, так и историко-культурного, спортивного характера Являясь одним из ведущих источников информации, «Спутник Абхазия» выступает информационным партнером практически всех важных событий Республики Внимание, розыск! Прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана «Сан Ремо» 22 ноября, сообщается на сайте МВД Абхазии Личный состав ОУР УВД по городу Сухум ориентирован на проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения и задержания гражданина Чкадуа Эрика Юрьевича, говорится в сообщении Сухумский городской суд на заседании в понедельник 9 декабря вынес решение об аресте сроком на два месяца Артура Анкваб по подозрению в похищении гражданина Армена Григоряна, сообщает корреспондент «Спутник Абхазия» из суда Сторона обвинения выступила с ходатайством заключить под стражу Артура Анкваб сроком на два месяца Адвокат Анкваб возразил против удовлетворения ходатайства ввиду недосказанности его отношения к уголовному делу Он также попросил суд заключить своего подзащитного под домашний арест, мотивируя это инвалидностью и состоянием здоровья Артура Анкваб Однако доводы защиты суд счел недостаточными и принял решение арестовать Артура Анкваб до 29 января 2020 года Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судей Верховного суда 3 штатные единицы, арбитражного суда 1 единица, сухумского городского суда 2 единицы Об этом сообщает сайт Верховного суда При соответствии требованиям, предъявляемым кандидатом, судьей Верховного суда и арбитражного суда может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет Судьей районного суда может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется с 4 по 18 декабря в Министерстве юстиции Абхазии Охота обернулась находкой Историк-любитель Астамур Айба нашел в окрестностях Сухума ценные археологические предметы, датируемые 8-10 веками до н.э. О том, как это произошло и какова судьба редких бронзовых предметов на площадке Арсмира рассказали научный сотрудник отдела археологии Абхиги Гарри Сангулия, академик и археолог Олег Бгашба и сам Астамур Айба Подробнее Анастасия Никонова Историк-любитель Астамур Айба, находясь на охоте в окрестностях Сухума, совершенно случайно обнаружил уникальный археологический комплекс Ножи, украшения, наконечники, копьев и стрел, а также другие предметы, датируемые 8-10 веками до н.э. оказались буквально под ногами О своей ценной находке Астамур Айба сообщил археологам, которые незамедлительно отправились к месту Не могу не отметить Беслана Бебия, с которым мы отправились в горную часть Абхазии на охоту Который прекрасно ориентируется в горной местности, с которым наш путь оказался весьма познавательным Я с юности люблю историю, изучал историю нашего края, читал много античных авторов, наших ученых И всегда подспудно имел мнение о том, что в наших горах, труднодоступных местах, могут быть очаги древней цивилизации Что в принципе и доказывает наши находки Вещественные доказательства, представленные вам, относятся к бронзовой эпохе Находки в таком сочетании и комплексе для Центральной Абхазии крайне редки, отмечает научный сотрудник отдела археологии Абиги Гарри Сангулия По словам археолога, подобные предметы характерны для северо-западной части страны Я хочу показать такие фибулы, которые до сих пор считались только относятся к северо-западу И при суждении о происхождении таких комплексов всегда исходили, что это некий такой отдельный район Вместе с этим открытием теперь это положение теряет свою значимость вообще То есть теперь эти комплексы характерны для всей Абхазии, можно сказать, для ведущих районов Абхазии Ценность очень высока Здесь, значит, преемственность дальменной культуры, становление, развитие вот этой культуры Находки сделаны великолепные Основная категория находок, то, что касается предмету костюма, личных вещей Из-за исключения поселенческого материала, самые ведущие типы, кроме топоров Вот вы заметите, топоры не присутствовали Не присутствовали другие предметы, значит, характерны для Нагорной Абхазии, можно сказать Возможно, эти предметы были в обиходе у древних абхазских племен гениохов Которые населяли древнюю колхиду, считает академик Олег Бгажба Здесь материал показывает преемственность нашей культуры Но я как человек, который занимался в основном железными предметами Меня тут привлекли две вещи, особенно Вот эта вещь, это биметаллический кинжал Это как раз переходный период от бронзы к железу То есть, сегодня делали, делали Поэтому называются биметаллические Его много таких кинжалов в Персии, на Северном Кавказе Но у нас, к сожалению, может потому, что мало еще раскопанных памятников Такого типа, такого времени Но всего, по-моему, второе, да? Да, второе видео Второе видео Археологическая находка будет подробнее исследована специалистами После описи ценные предметы передадут в Абхазский государственный музей Анастасия Никонова, Сарапуа, Гухава, Абазатова Культура Лауреаты международных конкурсов, солисты Абхазской государственной филармонии Лука Гаделия и Кристина Эшба Выступят 13 декабря на московской сцене в рамках 33 сезона Декабрьских музыкальных вечеров в Доме ученых В программе Вивальди, Бах, Гендель, Дюка, Сен-Санс, Дюбуа, Томбель, Гершвин и другие композиторы Афиша театров 9 декабря на сцене Абхазского драмтеатра Актеры молодежного театра Показали спектакль «Последний из ушедших» По одноименному роману писателя Баграта Шинкуба 12 декабря состоится спектакль «Ромео и Джульетта» По мотивам произведения Шекспира Великая история любви вновь на сцене театра Режиссер-постановщик от Гуркови 10 декабря в Русдраме Клинический случай по произведению Рея Куни Спектакль для тех, кто хочет от души посмеяться 13 декабря актеры Русдрама Покажут спектакль «Визит старой дамы» По пьесе Дюран Мата Лично командное первенство Республики Абхазия По настольному теннису среди школьников Состоялось в Сухуми В турнире приняли участие 64 спортсмена В составе 6 команд Новый район, Рдюсш, Игр, Гагра, Гулрыпш, Ткварчал и Цандрыпш По итогам турнира первое общекомандное место Заняла команда Новый район, второе Ткварчал и третье Цандрыпш После выпуска новостей смотрите на Абаза ТВ Продолжение рубрики «Время районных новостей» Где вы можете видеть самые актуальные репортажи Телекомпании Гал ТВ, Гудаута ТВ и Гагра ТВ За минувшую неделю Общественный транспорт будет работать В режиме круглосуточного дежурства В новогоднюю ночь в Сухуми Об этом сообщается на сайте столичной администрации Со ссылкой на начальника отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения Тимура Абугач В новогоднюю ночь и в дни праздников мы планируем работу общественного транспорта В режиме круглосуточного дежурства На случай проведения культурно-массовых мероприятий в городе Мы планируем договориться со всеми, кто организовывает концерты или спортивные мероприятия Чтобы они нас предупреждали о своих планах Тогда мы сможем подстраивать работу подведомственного нам транспорта Если мероприятия будут заканчиваться после 19 часов или даже 22.00 Мы будем готовы развозить горожан В настоящее время занимается регулировкой графика движения новых автобусов Сообщил Тимур Абугач В завершении выпуска прогноз погоды в Абхазии Как сообщают синоптики, во вторник 10 декабря в Абхазии ночью облачно С прояснениями местами возможен туман Днем преимущественно ясная погода Температура воздуха ночью 6, днем до 15 градусов На этом пока все За развитием событий следите вместе с нами и на сайте абаза.тв До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин